всем привет всем привет дорогие друзья мы в афьоне привезли машину на ремонт и сейчас пойдем вместе с вами гулять по городу но сначала айхан расскажет о мастерской и месте где находятся все на Почему это здесь? Потому что здесь мой сырье, мой сырье. Он тоже хорошая машина. Вы видите здесь, в конкурсе все. Здесь есть всякие машины, автомобиль, машина, минобус, машина, 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 машина. Очень круто. Также здесь делают вот такие вот телеги. Хотела вам особенно их показать. Все ручная работа. И как Айхан сказал, это люкс-телеги, потому что они с амортизаторами не шумят. В общем, все это ручная работа. Стоит такая телега 4000 лир. И делают ее в течение около 10 дней. Уста. Он ее делает. Здесь есть также маленькие тележки. Вот такие вот. Совсем маленькие. Это покрашенная. А вот так вот выглядит телега. Еще не покрашенная. Напишите в комментариях, какая вам больше нравится, покрашенная или не покрашенная. Мне кажется, неразрисованная как-то аутентично и смотрится. Но разрисовать телегу можно любыми узорами, какими вы считаете, вам нравится. либо Уста это делает на Уста. Мастер делает на свое усмотрение. Вот такие вот, видите, старые традиции до сих пор здесь сохранены. И многие, кто живет в деревнях, мечтают именно вот о таких телегах, потому что они очень удобные. в таких местах, где очень много офисов разных компаний, делают и мебель, и двери, и ремонтируют машины, и для всяких рекламных целей, для вывесок здесь есть материалы. В общем, сюда можно прийти, как купить вот, например, древесный шпон или что это, различные материалы, так и привезти, отремонтировать велосипед, машину, даже кирпичи. Кирпичи здесь продаются, цемент, песок, дрова. Ну, в общем, в таких организованных местах можно приобрести и отремонтировать все, что вам необходимо. Как Айхан уже сказал, есть есть такое место и в Аланье, называется Санайи. И здесь, прямо в центре Афьона, посмотрите, какой я обнаружила дом. И, друзья, как вы думаете, такой дом можно было бы построить в деревне, вот именно такого дизайна. Мне кажется, в деревне, вот как раз этот дом и выглядит, как деревенцы. И самое главное, использовать рамы не белые, пластиковые, а деревянные, либо пластиковые рамы под дерево. Мне кажется, вот такой вот дом в деревне смотрелся бы просто шикарно. И цвета такие, не то чтобы нейтральные, а такие спокойные, какие-то природные цвета. И посмотрите. Напишите, кстати, тоже в комментариях, как вам, как вам такой дом, дом такого плана. Потому что я сейчас начинаю смотреть разные дизайны домов. Вот именно для того, чтобы сделать в деревне. А сейчас мы пришли в центр, в центр города Афьона. Здесь расположен торговый центр «Парк Афьон». Нам нужен магазин, где продают разные компьютеры, телефоны, в общем, электронику. Но, к сожалению, все магазины закрыты. Говорят, что откроют 1 июня. Мы пришли в торговый центр, в магазин электроники. Открыт Samsung, Siemens, LG. Но, как вы видите, большинство магазинов закрыто. Народу тоже мало. Пускают в масках, проверяют температуру. А так вход свободный. Но, как я уже сказала, посмотрите, все магазины закрыты. Как вы видите, многие магазины закрыты. И, например, магазины двухэтажные «Бойнер Катон». На верхнем этаже вход закрыт. И есть вход только на нижнем этаже. Очень печальная картинка, конечно. Все уже устали от масок, карантина. Все хотят вернуться к нормальной жизни. И вот так вот я заглянула в магазин. Обычно здесь много-много народа. А сейчас нет вообще никого. Ходить в маске, на самом деле, очень тяжело. И мы стараемся не ходить в людные места, чтобы не надевать маску. Мне тяжело вдвойне, потому что у меня, видите, запотевает. Постоянно запотевают очки. Когда ты дышишь, воздух не выходит сбоку, снизу, а выходит вверх через верхние вот эти вот щели. И, конечно, за запотевают очки дышать невозможно. Дышать невозможно. Поэтому мы все здесь посмотрели, что нам надо было. Ничего, естественно, не нашли. Мы сейчас идем на торговые улицы смотреть маленькие магазинчики с техникой и прогуляться по этим маленьким улочкам. Ну и, конечно же, показать вам. Кстати, в парк Афьоне есть искусственный каток. Вот здесь он раньше был. Сейчас посмотрим, как он выглядит. А его просто-напросто нет. Раньше он был здесь. Сверху можно было сидеть в кафе. Все кафе закрыты. И наблюдать за тем, как люди катаются на коньках. Друзья, я вам неправильно показала искусственный каток с той стороны. Но, естественно, там сейчас никто не катается. И вот вы можете видеть, в каком он сейчас состоянии. Сейчас мы находимся на одной из торговых улиц в Афьоне, которая ведет к самому-самому центру города. И, как вы видите, народу много. Продают одежду, все для дома, обувь, товары для кухни, продукты и так далее. И движение достаточно оживленное. Конечно же, ездит полиция, смотрит, чтобы все ходили в масках. Но, в принципе, все магазинчики открыты. Просят соблюдать социальную дистанцию. И вот, например, продают масло. Масло, масло и сыр. Как я вам говорила, Афьон знаменит своей колбасой с уджуком. Если увижу, покажу вам. Также знаменит лукумом. Чуть дальше в центре мы с вами пойдем на улицу, где продают лукум еще с 19 века, когда магазинчики были открыты в 1860-х и так далее. Много обувных мастерских. В общем, как вы видите, город старается жить своей обычной жизнью. В самом центре Афьона есть улица, где продают на одной стороне лукум, а на другой стороне продают колбасу, с уджук, бастурму. И, как я вам уже говорила, многие из этих мест исторические места. И здесь торгуют с уджуком и колбасой уже очень много-много лет, более 100 лет. А лукум продается халва, лукум. Много-много разных видов, какие хотите, на любой вкус. Ну, во всех видео из Афьона я вам показывала этот лукум. Так что можете посмотреть. В описании ко всем моим видео есть ссылка на видео с лукумом, на большое видео с лукумом. Друзья, настолько тяжело в маске ходить, что язык уже заплетается. Я сама не слежу за тем, что говорю. Поэтому простите, если что. Очень много магазинов с колбасой. Посмотрите, какая она вкусная. Обычно эту колбасу едят на завтрак, жарят, либо с хлебом. Кто любит с уджук, пишите в комментариях. И вот на этих улицах продают все самое вкусное. Мы уже в самом-самом центре Афьона, так называемом административном центре. Здесь расположен муниципалитет и вот такой вот красивый зеленый парк, в который мы еще с вами не ходили. В этом парке видео мы и не снимали. Много здесь исторических зданий. И если идти вглубь, дальше парка, то начнутся исторические постройки, дома. Но их тоже много в Афьоне. И я их вам уже много-много раз показывала. Вот, например, музей Победы стоит в самом центре. Сейчас он, к сожалению, закрыт, но можно его посетить. И находится вот в таком вот традиционном особняке, типичном для Афьона. А напротив музея парк Победы. И за скульптурой расположена основная достопримечательность Афьона. Вот это вот гора, на которой можно подняться по лестнице с той стороны на самый верх. И вот такой вот вид открывается с этого парка на центр города. К сожалению, фонтаны не работают. И здесь расположено несколько административных зданий. Если напротив находится мэрия, то здесь располагается губернаторство. Парк очень зеленый, аккуратный, очень красивый парк. Вот так вот выглядит это административное здание. Это здание, строительство этого здания было начато в 1930-х годах. Ну, как вы видите, архитектура типичная для того времени. И посмотрите, какой красивый вид открывается на гору. И если пройти чуть-чуть от центра, начинается все самое интересное. И здесь, помимо того, что много маленьких мастерских, начинаются вот такие вот улочки. И смотрите, что здесь придумали для котеек, чтобы они не мерзли ночью. Сейчас мы с вами пройдем туда, куда не ступала нога ни одного туриста. Здесь самые обычные жилые дома, подъезды. И ведет эта дорожка, скорее всего, на задний двор. Да, здесь задний двор. И посмотрите, какой открывается вид на крепость, на гору. Отовсюду слышатся голоса. Люди работают в своих мастерских. В общем, друзья, когда вы путешествуете не только по Турции, а вообще путешествуете, заходите в самые тайные места. Вот это, друзья, самая настоящая Турция. Самый настоящий Афьон. Для того, чтобы изучить город и узнать, как живут люди, нужно заходить во дворы и смотреть на дома, на балконы, окна. Здесь все живут в своих домах. То есть, если вы видите, вот это частный дом, вот это частный дом, вот это вот тоже частный дом. И вот это вот все домики, это маленькие-маленькие частные домики, которые стоят вместе. По этим улочкам старого Афьона можно гулять очень-очень-очень долго. Рассматривать все вот эти дома, двери. Очень колоритно здесь делать фотографии. Ну и просто гулять. На этих улочках и старые, и новые дома, все пристроены друг к другу. И вот здесь уже более новые дома. А если пройти чуть дальше, ну туда вглубь, конечно же, старые дома. О, посмотрите, какая красивая мечеть на фоне неба. Потрясающе. Вот эти дома более старые. Ну а вот этот дом впереди еще старее. Когда были построены эти дома, точно не могу сказать. Но вначале, вначале, ну по 40 лет этим домам точно есть. Тем более, вот тем домам с черепичной крышей точно есть лет 40. Посмотрите, как здесь колоритно. А вот эти вот дома уже более новые. И все, все, все эти дома это частные дома. Ну кроме супер новых, где есть квартиры. Вот, например, дом. Традиционный тоже для этих мест, похож на традиционные дома Алани. Ну и, конечно же, этим домам более 100 лет точно есть. Многие дома реставрируют. Но это, как вы видите, частный дом. А вот эти вот дома, это одни из самых старых домов. И многие из них, к сожалению, непригодны к проживанию. Они заброшены. И некоторые уже не подлежат даже реставрации, потому что, ну, они уже просто разрушаются. И все, спускаемся теперь вниз в город снова. Вот такой вот он традиционный афьон с черепичными крышами, с маленькими домиками двухэтажными. И история здесь просто на каждом шагу. Ну вот, давайте подойдем поближе, посмотрим один из таких домов. Вот, например, дом, который построен позже. Он уже из бетона, и он не разрушается. А вот этот дом, он даже огорожен. И, насколько я понимаю, в нем никто не живет. И этот дом нужно либо реставрировать, либо уже сносить. Очень много таких домов. А те дома, которые реставрируют, многие из них, кстати, превращают и в бутик-отели, и просто в жилые дома. И рядом стоят дома, в которых живут, в которых не живут, которые разрушены, но... Вот, например, выбиты стекла, но они, в принципе, если его отремонтировать, пригодны для жизни. Рядом стоит дом, в котором живут люди. Видна антенна, терраса наверху. Вот такие вот дома продаются. Кажется, что домики маленькие, но они идут все вглубь. И мы один раз были в одном из таких домов, узнавали, сколько он стоит. Такой дом стоит порядка, ну, 150 тысяч лир. Зависит от, конечно же, от размера. И вот пример того, что старое здание, очень старое здание, похоже на какую-то фабрику, наверное. Здесь был какой-то производственный цех, стоит с совершенно новым, ну, как новым, которому лет 30, наверное, бетонным зданием. Сейчас мы зашли в лавку, где продаются сладости. И здесь много разных видов баклавы. Вот такая вот баклава стоит 80 лир. Какая-то холодная баклава, я такую не ела. И обычная баклава по 60 лир с фисташками или с фундуком. И также можно купить разные-разные печенюшки. Помните, в одном из наших видео мы делали розыгрыш придумать название торту. И здесь был торт вот с такими вот розовыми, я даже не знаю, как это назвать, в общем, розовый волосатый торт. И ему придумал название один из подписчиков, и подарок уехал в Москву. Мы отвезли подарок в Москву, передали его другу, и друг отправил почтой по России. Я надеюсь, что вы получили наш подарок. Не помню, писали вы мне или нет. Если получили подарок, если вам понравилось кофе и наши подарочки, обязательно напишите в комментариях. Конечно же, сейчас все рестораны закрыты, но можно брать на вынос. И вот здесь вот делают донеры дюрюмы из мяса и из суджука. Видите, из курицы нет. Пошел, Док. Вот такая вот вкуснятина. Ну и, конечно же, друзья, куда без соленей. Ого-го-го-го, посмотрите, какой выбор. Просто, просто вкуснятина. Здесь и кукуруза, и перец, и чеснок, и морковь, и сладкий, и горький перец. Здесь даже есть слива. В общем, вкуснятина неописуемая. Дорогие друзья, наше времяпрепровождения в деревне и в Афьоне закончилось. Буквально через несколько минут мы отправляемся в Аланию. Сейчас еще раз покажу вам, как выглядит самая обычная квартира в турецкой провинции. И надеюсь, что вам понравилось это видео. Поэтому путешествуйте с нами, это всегда интересно. В следующем видео, друзья, в одном из следующих видео вы увидите обзор этого района. И Альхан расскажет нам особенности этого района. Поэтому обязательно подписывайтесь, кто не подписан. Ставьте пальчики вверх, комментируйте. 70% смотрящих наше видео не подписаны на канал. И если бы вы все подписались, у нас бы было уже 100 тысяч подписчиков. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь. Если вам нравится то, что мы делаем, поддерживайте нас. Угощайте нас чашечкой кофе за нашу работу. Если вы хотите узнать, как это делается, все есть в описании. Заходите на сайт нашей компании. Пишите мне на WhatsApp, если у вас есть какие-то вопросы. Всегда чем смогу, помогу. И на сегодня я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вам было интересно. И надеюсь, что однажды... Вон уже идет Айхан и Альперен. И мы встретимся с вами в следующем видео. Всем огромное спасибо за поддержку, за добрые слова. И добро пожаловать в Турцию. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok